итак у нас сегодня уже по счету какая получается 3 до театральная проповедь слава господу верю что не последний у меня там еще много я понаписывал их только шесть я вижу и 1 вообще я хочу чтобы она была вообще такая а громадная она такая большая которая задействует я не знаю что она задействует но я по крайней мере я думаю может какой-то день мы сделаем на острове на реабилитационном центре сделаем такое как представление тоже театрализованная проповедь этом я не раскрываю чем она будет связана но я думаю дай бог если будет на то воля божия и силы и все для того чтобы сделать это потому что я знаете как как никогда пережил переживаю в этом отношении любое какое-то новшество она всегда переживает какое-то противление но тем не менее все равно бог дает благодать быть ледоколом двигаться идти и вот даже третья это проповедь я верю в ней тоже есть благословение потому что каждая проповедь моё большое желание не показать дары и таланты раскрыть хотя мы как церковь мы одаренные и мы талантливые и те кто участвует в этом это каждый жемчужинка но акцент не на этом акцент на евангелие моя цель и я верю что это то что вложил в мое сердце дух божий раскрыть евангелие показать евангелие показать его глубину и его смысл даже знаете научить читать евангелие и вот сегодня сегодня театрализованная проповедь она называется не бойся только веру и естественно акцент в этой проповеди на христа на иисуса знаете мое большое желание чтобы каждый кто имеет отношение к этой церкви он для себя сделал из христа объектом своего подражания я всереду говорил что церковь она растет она растет и она растет в одном она растет во христе и вот невозможно расти во христе если их иисус не станет примером для нас в нашей жизни и в англии она 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 описана описана жизнь иисуса христа и она описана для того чтобы мы смогли рассмотреть и увидеть и вот даже сегодняшняя эта проповедь моё большое желание чтобы каждый он увидел иисуса как любовь как милость несмотря в чем мы живем через что мы проходим видеть иисуса любовь и милость милостью для себя я хочу чтобы каждый любил влюбился в иисуса жил ради него подражал ему поэтому пусть бог мне поможет потому что я зависим тоже от него даже сегодня утром какие-то дополнения в дух божий вкладывает в мое сердце и уже в течение нескольких может месяцев я работ работал над над этой истории но у нас есть творческий коллектив который сегодня будет помогать мне в этой проповеди и они тоже готовились к этому я наблюдал со стороны я сказал я вмешиваться не буду если в первых может проповеди я как-то там что-то подсказывал какие-то вещи сам делал даже какие-то песни писал стихи какие-то писал то в этот раз бог как-то своей рукой придержал меня не влазить туда они сами там писали поэтому они сами все делали они все сами компоновали поэтому минимум критики вот старайтесь знаете как иисус сказал не судите да не судим мы будете вот как раз к этому старайтесь радоваться знаете будьте как дети чувствуйте себя частью этой семьи естественно в нормальной семье когда что-то происходит мы всегда радуемся а если что-то происходит не так естественно мы это стараемся не замечать да поэтому давайте будем замечать положительно и брать все положительное для себя я имею за наших актеров ну и и и тоже за меня слава господу поэтому слава богу как хочется сказать в добрый путь аминь вы готовы ну теперь скажите аминь уже можно шуметь аминь те кто за ширмой я имею ввиду те кто в зале уже готовы они уже думают что ты тут тебя аминь иисус аминь и аир понял аир сзади сидит я понял у них ну я не знаю для меня может сегодня тоже будет какой-то сюрприз верю что летать сегодня никто не будет но обещать но такое чувство что кто-то воскреснуть должен слава господу все аминь аминь когда иисус опять переправился в лодке на другой берег собралось к нему множество народа и вот приходит один из начальников синагоги по имени и аир и увидев его падает к ногам его и усиленно просит его говоря господи дочь моя при смерти приди возложи на нее руки чтобы она исцелилась и осталась жива иисус пошел с ним аминь я знаю что многие из вас вы читали эту историю кто-то если не читал по крайней мере вы смогли сейчас услышать и мое сейчас моя сейчас цель оживотворить эту историю чтобы каждый он смог увидеть в этой истории не просто собой аминь это событие которое произошло в какой-то определенный момент почему мы должны увидеть для себя урок это сценка она будет состоять с нескольких частей и вот первая часть первая часть в ней очень глубокий смысл очень глубокий смысл и я вас убеждаю что мы даже сегодня не нырнем на ту глубину на которую хотелось бы нырнуть но первое то с чего я хочу начать и дать этому название никогда не останавливайся иисус для нас является примером написано когда иисус опять переправился в лодке на другой берег собралось к нему множество людей но есть предыстория почему потому что иисус откуда-то переправился до этого был он в одном месте где он освободил человека сделал чудо освободил человека который держал в рабстве целую территорию многие написано что боялись и он освободил этого человека и то что произошло город который находился под таким демоническим контролем страха он не пустил иисуса к себе они не пустили они его выдворили знаете как языком оригинала они давили на него в том чтобы он не вошел к ним в город почему потому что что-то пошло не так как они этого хотели и вот написано иисус переправился иисус продолжает дальше свое движение и для нас иисус это пример того кто не останавливается а идет кто-то скажет ну послушайте но это так же и должно быть да это так было в жизни иисуса но я хочу чтобы каждый из нас мы увидели для себя пример во Христе тот кому мы будем подражать люди часто цитируют каких-то людей которые не остановились не сломались дальше идут они смотрят и для них эти люди как пример подражания вот иисус сегодня для каждого из нас должен стать этим примером послушайте он совершил чудо что и это чудо по достоинству не оценили то есть город в которой пришло благословение в виде Христа и Царства Божия они отвергли его как в нашей жизни бывает временами мы делаем какие-то вещи ради Бога и для Бога и где-то внутри на подсознании мы Мы ожидаем хороший приз, оценку. Молодец, хороший, добрый раб. Но послушайте, не всегда так происходит. Не всегда то, что мы делаем для Бога, получается хорошая оценка. Мы так настроены в своей жизни. С самого начала сделаешь хорошее дело, получишь хорошую отметку. Мне недавно моя племянница позвонила и, ой, я получила 8 по математике. Я думаю, ну слава Богу, 8, наверное, это хорошо. С такой радостью она так хвалилась, что получила 8 по математике, что я даже взял шоколадку, сфотографировал и сказал, будет 12, это для тебя будет приз. Хай же в холодильник положил. Верю, что 12 будет, отчитается за 12. Ну, хороший стимул. Мы так устроены. Мама учила, школа так учила. Но послушайте, когда мы приходим к Богу, мы должны усвоить один такой урок. Есть такое испытание, недостойная оценка того, что мы сделали для Бога. Это очень болезненное и очень сильное испытание. Многих оно ломает. В истории, даже если смотреть на историю христианства, в христианстве, многие люди, они остановились в следовании за Богом в тот момент, когда они не получили достойную оценку того, что они делали во имя Бога. Многие разочаровались, некоторые даже перестали идти за Богом, перестали делать что-то для Бога. Почему? Потому что не заметили. Так хотелось, может, чтобы пастырь заметил, лидер заметил. Или, может, каким-то образом даже Иисус отметил. Помните историю Каина и Авеля? Вот Бог заметил Авеля. Чем закончилось? Все знают. Поэтому есть в жизни моменты, когда мы не получаем достойную оценку в том, что мы делаем ради Бога. Но это не должно нас смущать и не должно нас остановить. Поэтому написано, что Иисус переправился на другой берег, его не остановило. Он любовь, которая движется и идет дальше. Куда он идет? Он идет к тому месту, в котором он желает принести благословение. Его, тот город, который не принял, он его не остановил. Можно было бы, знаете, как некоторые делают, «Ну, послушайте, не надо, все, беру теперь отпуск, уединяюсь и ухожу, и уйду вообще от церкви, из церкви, где-то подальше». Почему? Потому что я так пел, я так старался, я так что-то жертвовал, я так что-то делал. Но не оценили. Так хотелось, чтобы поставили и сказали, «Давайте поблагодарим этого человека». А этого не произошло. И кто-то опустил руки и разочаровался, и ушел. Поэтому, если вы сегодня тот человек, который внутри себя переживает вот эту боль, это разочарование. А я хочу сказать, если вы что-то только начнете делать для Бога, вы обязательно будете это переживать. Это то, что я говорю с своего сердца. Это то, на чем сегодня Дух Святой остановил меня на этой истории. Потому что, когда я смотрел на эту историю, Иисус переправился. А мне, откуда переправился? Посмотри на то, что произошло. Это Его не остановило. Пусть народ увидит во Христе пример для себя. Ничто не должно остановить. 1 Коринфяна, 15 глава, 58 стих, написаны такие слова. «Будь тверд и непоколебим, преуспевай в деле Господень, ибо труд ваш нещетен пред Господом». Послушайте, все, что мы не делаем, если мы не получили аплодисменты или нет, «О-о-о-о! Торжества!» Послушайте, все мы делаем во имя Господня. Это то, чему мы должны учиться. Это та петля, в которую попадают многие люди, талантливые, способные, как заяц попадает в эту петлю, в капкан, с которого он не может вырваться, не может выйти и погибает в этом. Это то, что дьявол, он точно так же расставляет эти капканы, в которые мы попадаем в тот момент, когда нас не оценили. Так хотелось, чтобы подошли и сказали, «Спасибо большое! Ты так молился, ты так хорошо делал, ты сделал такое хорошее дело, и этого не произошло, у всех как будто бы глаза закрылись, никто этого не увидел». Поэтому урок номер один. Иисус нам показывает, «Никогда не останавливайся». Знаете, когда мы не по достоинству оценены и мы расстраиваемся, это то, что Бог внутри у нас выявляет скрытую гордость. Гордость, которая внутри нас говорит, «Ты недостаточно оценен, ты такой талантливый, послушай, эта церковь не для тебя. У тебя международное служение, у тебя большое служение, у тебя такая большая миссия, ты видишь, тебя сможет только мир оценить. А что тут, кто тут такие, кто они? Они твой голос не ценят, они не понимают, как ты поешь. Или еще что-то ты делаешь. Никто не оценил, как ты пожертвовал. Тебе так хотелось увидеть, чтобы твою жертву, как жертву, вот это жертвенный человек. А Иисус наоборот учит. Пусть твоя рука не знает то, что делает правая рука. Сделай так, чтобы кто-то даже и не узнал. Поэтому, если вы попали в этот капкан, вы должны увидеть, вы должны увидеть для себя пример во Христе. Иисус не остановился. Иисус идет. И знаете то, что Он ожидает? Он ожидает точно так же и от нас. Куда Он идет? Он знает, куда Он идет. Он знает, куда Он идет. Итак, читай. И пришел, переправился Иисус на другой берег. И собралось к Нему множество народа. И вот сегодня то же самое происходит. Вокруг Иисуса собирается множество народа. Множество народа. Даже сегодня христианство одна из самых распространенных религий. И вокруг Иисуса собирается тоже множество народа. Но возникает вопрос. С какой целью? Ученики? Ясно. Они вокруг Иисуса для того, чтобы не подпустить к Иисусу никого. Они стоят за Ним горой. Они Его насколько оберегают, что к Иисусу сложно даже подступить. Если ты что-то хочешь, мы можем. Они заграждают. Я сегодня хочу употребить такое слово толпа. Иисуса всегда окружает толпа. Всегда окружает толпа. Но среди этой толпы выражаются особые люди. Те, кто в состоянии смириться и сокрушиться перед Иисусом. Иаир – это хороший пример сегодня для нас. Иаир упал к ногам Иисуса. Когда мы посмотрим на Иаира, кто такой Иаир? Это начальник. Это большой начальник. Но то, что ему помогло растворить лом гордости – это та проблема, которая пришла в его жизнь. Вот и сегодня я хочу сказать, временами в нашу жизнь приходит тоже проблема. И это то, что не должно нас испугать и остановить. Когда в жизнь приходит проблема, послушайте, останься ты тут. это то, что должно произойти. Это то, где мы должны оказаться. Не в толпе, которые что-то ожидают ротозеев, а мы должны оказаться у ног Иисуса. У ног Иисуса. Почему? Иаир – это образ сокрушения. Это человек. Сегодня знаете как? Мало, редко можно увидеть президента какой-то страны или еще какого-то начальника, премьер-министра, склоненным у ног Христа, молящимся к Нему о помощи. Сегодня даже мало людей в церкви, которых можно увидеть склоненных на своих коленях сокрушенных и просящих у Бога о милости, о той милости, которой просил Иаир. Иаир, его имя переводится Бог-свет. И вот я верю в то, что церковь, Иаир – это образ церкви, это очень хороший образ церкви, которая приходит к тому, что она сокрушается перед Богом и она видит в Боге свет для себя. Почему Иаир сокрушился? Его естество, его естество, оно в Иисусе видело для себя свет. Когда церковь начинает сокрушаться перед Иисусом, тогда, когда она во Христе начинает видеть свет, когда мы перестаем сокрушаться перед Богом, когда Он становится для нас обыкновенным, обыкновенной личностью, Он становится для нас темнотой. Поэтому я верю, что Иаир это хороший образ сегодня, образ церкви, церковь, которая мотивированная своей нуждой, которая кроме Христа ничего больше не видит. Она насколько нуждается во Христе, что она не взирает на свой статус, невзирает вообще ни на что. Она сокрушается перед Богом. Она сокрушается перед Богом, отбрасывая. Мы должны увидеть, Иаир это начальник синагоги, это человек, который блюдет традиции, блюдет культуру, которая ему доверена. Это священник того времени. Обычно это люди гордые, которые имеют статус, имеют положение, но то, что произошло, это сокрушило проблема его с его дочерью. Она сокрушила его. Я верю в то, что есть нужды, которые приводят нас к тому, что и мы сокрушаем. Вот почему для кого-то проблема, это конец, послушайте, но для церкви, когда мы понимаем, это новое начало. Иаир сегодня, сокрушенный перед Богом, это новое начало. Если бы Иаир стоял в той толпе, которая окружала Иисуса и выполнял ту же роль, как и толпа, послушайте, мы никогда бы не знали об этом чуде. Поэтому я верю, что Бог приводит свою церковь к такому состоянию, что она точно так же сокрушится, оставит свои знания, оставит свой статус, оставит свое величие, оставит свое величие, надменность свою, отбросит это. И как Иаир то, что сделает, сокрушится. Многие из нас, мы находимся в церкви, и мы недовольны церковью, мы недовольны еще чем-то. Знаете почему? Потому что мы не сокрушились перед Христом. Ждите то, что будет способствовать тому, что ваши колени, они преклонятся пред Ним. Они преклонятся пред Христом. Увидите в Нем для себя одно решение, и увидите в Нем один ответ. Итак, Иисус идет. Почему идет? Потому что Его имя любовь. Почему идет? Потому что Он желает миловать. Поэтому, если даже сегодня у вас есть какая-то проблема, есть какая-то нужда, я вам хочу сказать, если вы сегодня, как Иаир, сокрушены и взываете ко Христу, знаете, где Он? Он идет к вам. Бог идет к вам. Поэтому отбросьте гордость, отбросьте все. Я верю, что в этой церкви люди будут преклонять колено своих сердец и будут вызывать о помощи Богу. Я верю в то, что Иаир это образ молитвенного служения, когда люди начинают понимать, где Христос желает видеть и что Он ожидает от них. Поэтому Иаир, он выделился среди всей толпы, написано, множество людей окружало его. Чья фамилия там написано, чье имя там написано? Они просто остались толпой. И я вас уверяю, в этой толпе были тоже нужды и тоже были проблемы. Были. Но каждый поступал и реагировал по-разному. Поэтому для нас Иаир это пример. Урок номер два. Пусть Бог для вас станет светом. Пусть Иисус для вас станет светом. 35-й Псалом говорит, во свете твоем я вижу свет. пока Иисус тьма, пока Иисус это что-то абстрактное для вас. Послушайте, вы никогда не в состоянии будете сокрушиться перед ним. Я даже по своей жизни смотрю, когда Иисус пришел в мою жизнь как спаситель, максимум на что меня хватало это быть той толпой, которая радовалась и могла танцевать вокруг него. Ай, аллилуйя! Но когда в жизнь мою начали приходить некоторые моменты, которые мотивировали меня к тому, чтобы познавать Его, это то, что начало меня приводить к сокрушению, ко Христу, перед Ним. И временами на лугу, когда я молюсь к Богу, я начинаю замечать, что я стою раком, и я прошу Господи, помилуй, как тот Иаир. Почему? Потому что не в солнце я вижу свет, а в нем я вижу свет, я в нем нуждаюсь. Вот поэтому Иаир это образ церкви, которая сокрушена. И до чего она помогла растворить тот лом, который был в нем, лом гордости, который не давал ему согнуть и оставлял его быть той толпой. Представьте, толпа, которая стоит и смотрит, и Иаир ломится, падает к его ногам. Это самое большое унижение, которое вообще может быть. Самое большое унижение. Мы сегодня редко увидим, чтобы кто-то упал, к чьим-то ногами. Ой, помоги, помоги, в помощи нуждаю. Мне помощь нужна, помоги. Редко мы сегодня это увидим. А я хочу сказать, Бог оставил для нас урок. Вот почему мы стремимся, вот почему мы стремимся к познанию, чтобы познать в Боге свет. Я недавно слушал одну проповедь одного проповедника, его уже нету, он уже со Христом, и он рассказывал переживания одного человека. Говорит, помазание духа так сошло на него, что тот упал, и в Америке, слава Богу, есть ковровое покрытие, потому что если бы там где-то кому-то Бог помазанием сошел, и кто-то упал на плитку, и тот упал вниз лицом, и в течение там часа не мог оторвать свою голову, говорит, через час, когда он поднялся, его нос был, горел, как багровый был, и в течение этого часа Бог его не отпускал, и говорил одно, я Бог, не ты Бог, я Бог, не ты Бог, я Бог, и вот как сегодня церкви должно дойти, что не мы Боги, а Он Бог, и не Он перед нами будет сокрушаться, а мы будем перед Ним сокрушаться, как перед Богом. Многим это не нравится, почему? Потому что для некоторых Бог как джинн по вызову, как запасное колесо, они хотят его так иметь, их устраивать, быть толпой, которые аллилуйя, аллилуйя вокруг него, а Богу нужны и аиры, почему? Потому что Бог желает благословить и аиров. Кто-то уловил, о чем я говорю? Вот почему мы свою жизнь акцентируем на этом слове, почему всякий раз, когда мы собираемся на служение, мы открываем эту книгу, для того, чтобы увидеть в ней Бога, который является светом для нас. Вот почему мы акцентируем наши жизни на познании Бога. Я хочу познать. Почему? Потому что познание к одному приводит, оно приводит меня к сокрушению, понимая того, что я не Бог, ты Бог. Не я Бог, Он Бог. это то, на что попались наши прародители, Адам с Евой, они попались на то, будете богами, будете независимы. Знаете, кто независим, это толпа, она независима от Бога. А я одно понял, в своей христианской жизни, я хочу быть зависимым от Бога. Да, Леша? Я хочу быть зависимым от Бога. Я хочу быть зависимым от Бога. Я хочу быть зависимым от Него. Аминь. Идем дальше. Подымай и ровни, нои затекли. Вот. Я хочу, чтобы мы читали вот таким вот образом Ивангелие, чтобы мы видели, чтобы для нас это был, для нас это были уроки, с которых мы учимся, не просто какая-то история, да, был какой-то Ир, да, но мы должны увидеть, что за этим действием стоит. Каждый из нас, мы должны, знаете, пропустить эти истории через себя. Они не случайно попали туда. Не случайно они попали. Идем дальше. Вторая часть. За Иисусом следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Истомилась душа моя, жизнь из тела течет, как река. Больше нету сил так дальше жить, кто бы мог меня спасти. Все, что было у меня, я раздала все целителям, но помочь не смог мне никто, умереть не суждено, но может бы он спасет меня. Избавит от мук, от слез и огня, лишь только коснусь его рукой. И сразу придет в мое сердце покой. если только к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тот час и сяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе что вышла из него сила, обратился в народе и сказал Кто прикоснулся к моей одежде? Ты видишь, что народ теснит тебя, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне? Но Иисус смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Учитель, это я прикоснулась к тебе. Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Когда Он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят, дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя? Но Иисус услышал эти слова, то час говорит начальнику синагоги. Не бойся, только веруй. И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова, Иоанна, брата Иакова. Вы куда? Слава Богу. Очень хорошая история тоже. Знаете, почему можно бы было в пасхальный вечер остановиться на самом последней истории, когда была воскрешена дочь Иаира. Но я внутри почувствовал, что очень важно показать весь этот путь, который был проделан Иисусом. Почему? Чтобы мы увидели в нем ту любовь и милость, которая двигала Ним. На пути встречается женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, написана от многих врачей, на многих врачей она потратила финансы, но никакой пользы не было. И обычно эту историю используют в том, чтобы показать, нет, послушайте, вы как верующие не должны обращаться к врачам, видите, вот женщина страдала кровотечением, и это как повод не обращаться к врачам. Но когда смотришь на язык оригинала, увидишь, что то, что женщина делала, она обращалась к шарлатанам, к разного рода шарлатанам, на которых тратила деньги, и как результат то, чем закончилось, закончилась для нее проблема. Она и деньги потеряла, и здоровье потеряла, и все остальное потеряла. я верю, что это место писания, оно не для того, чтобы аннулировать то достижение, которое сегодня имеет медицина. Слушайте внимательно. Я верю в то, что есть врачи от Бога, и есть врач не дай Бог. Конечно, очень часто сталкиваются с врачами не дай Бог, но где-то есть врач и от Бога. И сегодня, когда можно слышать свидетельство, когда Бог через врачей принес кому-то исцеление и принес кому-то восстановление, и сегодня это реально, и сегодня и это мы можем принимать. У нас есть в церкви служение исцеления, и Бог и через дары исцеления сегодня тоже действует в этой церкви, исцеляет и освобождает, да и аминь, но Бог насколько всесторонне сегодня движется и являет свою благодать, что нам ничего не остается делать, как только принимать эту благодать. Можно было много говорить об этой истории, но, по-моему, несколько лет назад мы как-то на одном служении мы касались этой истории этой женщины, и есть проповедь, она в архиве, препятствия, которые преодолела женщина на пути к своему исцелению, там, по-моему, шесть или семь было препятствий, которые она преодолела, потому что если мы будем разбирать всю эту историю с этой женщиной, то, послушайте, мы точно проведем здесь пасхальную ночь, встретим рассветы, скажем, Христос воскрес, слава Господу. Женщина, то, что я хочу показать. Женщина, она услышала об Иисусе, и она стремилась к одному, прикоснуться к Иисусу. Было расстояние, которое ей надо было преодолеть, для того, чтобы коснуться Христа. Вот было расстояние, было препятствие, которое было необходимо преодолеть. И то, что она сделала, она преодолела. Вот точно так же и эта женщина, для нас сегодня пример, не остановись. Знаете, я представляю ее душевное состояние, в котором она находилась 12 лет, болеть, послушайте, это самая глубочайшая, наверное, депрессия, которая вообще могла быть, но тем не менее, то, что произошло, она как пружина, невзирая ни на что, бежать, коснуться чужого мужчины, знаете, на что можно было претендовать? Не на исцеление, а на то, что тебя выведут за город и побьют камнями, но тем не менее, ее это не остановило. Вот такую Бог сегодня видит церковь. Да, мы, может, сжаты, как пружина, теми проблемами и нуждами, которые мы сегодня имеем в сегодняшнем дне. Может, это и есть. В моей жизни их во, предостаточно, но одного, к чему я стремлюсь, я хочу прикоснуться и к Иисусу. Один из богословов, я ссылаюсь на него, не помню его фамилию, он сказал, Иисус был одет особо, и на нем была верхняя одежда. Наш Иисус, жалко он ушел, но я верю, что вернетесь, вы видите, у него тоже такая накидка, специально пошита, которая указывала на его священничество. И вот как раз, когда женщина, говорит, написано, и услышала, 27-й, и услышала об Иисусе, услышала об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, и поговорила, если хотя бы к одежде его прикоснусь, то выздоровлю. Эта одежда, она символизировала, верхняя одежда, край одежды, она символизировала священничество Иисуса. Вот сегодня нам надо прикоснуться в своих сердцах ко Христу, в своих нуждах, как к священнику, как к нашему первосвященнику. Вот почему в посланиях евреям апостол Павел показывает Иисуса как первосвященника. И он раскрывает, что вы имеете дерзновение, потому что кровь была за вас пролита. Вы имеете дерзновение приходить сегодня к престолу благодати для того, чтобы получить милость и благодать для себя, благовременную. Это точно так же, как женщина, то, в чем она нуждалась, она нуждалась в милости. Она нуждалась в милости. И она получила эту милость. Никогда не остановись в следовании за Христом, в том, чтобы получить то, что ты хочешь. Ты скажешь, а я не получил. Послушай, дойди до того места, дойди до того места, где ты обретешь то, в чем ты нуждаешься. Пусть ничто не остановит. Ничто пусть не остановит. Пусть может в чьих-то глазах я буду выглядеть безумным, но я буду совсем выглядеть по-другому в глазах моего Господа. Вы думаете на вас, тех, кто ревнует по Господу, тех, кто за стенами этого здания, они на вас смотрят, как на нормальных? Нет. Для них вы ненормальные. Для них вы как-то женщина. Но посмотрите на нее. Она получила свое благословение. Получила? Вот точно так же должно произойти с каждым из вас. Пусть для этого мира я буду безумным, но послушайте, время, оно расставит все на свои места. Поэтому Иисус даже остановился. Иисус говорит, послушайте, кто-то прикоснулся, ученики в шоке. Ты шок, тебя тут теснято, ты кто-то к тебе прикоснулся. Почему? Потому что толпа, она не в состоянии взять от Христа то, что ей, то, что надо. Она не в состоянии. Толпа, она не в состоянии. Толпа, она водима кем-то. Она водима личности, а не водимы своей целью. Поэтому женщина, не кто-то женщине прочитал семинар, а женщина внутри себя сказала, если прикоснусь, я получу это исцеление. Я получу это благословение. Для нас это урок. Эта женщина, для нас это урок. Никогда не остановись до того момента, пока не получишь то, что Бог обещал. Если ты увидел в Иисусе этого своего первосвященника, если ты сегодня его принял как своего Бога, не остановись, пока не получишь то, что Бог обещал для тебя. Не остановись. Пусть я буду безумным, но я буду провозглашать и говорить, Он мой целитель. Пусть я безумный, но я буду провозглашать и я буду говорить, Он мой обеспечитель. Он мое благословение. Он моя защита. Он моя крепость. Он моя башня. Он моя защита. И вы знаете то, что произошло? Женщина, она испугалась. Почему? Она в недоумении. Она не знала, какая будет реакция, как отреагирует тот, кому она прикоснулась, и та толпа, которая окружала его. Она была в страхе. Но знаете то, что произошло? Иисус стал на сторону женщины. Он ее защитил. Он ее защитил. Он ее защитил. Мы должны понимать, это культура, в которой жил Иисус. Это сегодня женщина может схватить мужчину за руку. И то, когда есть воспитание, женщина никогда этого не сделает. Никогда этого не сделает. Потому что это неприлично. В то время это вообще сверхнеприлично уходиться за чужого мужчину. Это все. Это гоньба. Все. Стереть с лица земли. И она тем не менее идет. Она если коснулся, получит исцеление. Послушайте, та сила, которая была в Иисусе, она сегодня в нем. Давайте сегодня будем удивлять нашего Господа. Точно так же, как удивила его эта женщина. Если вы меня слышите, скажите аминь. Если еще достаточно кислорода, вы еще не уснули, скажите аминь. Слава Господу, что еще вентиляцию не наладили. Я чувствую, у меня уже одна ноздря закрываться начинает. Слава Богу, мы идем дальше. Мы идем дальше. Пока Иисус и шел, то, что произошло, пришли гонцы, которые сказали, не утруждай учителя. Иаир, твоя дочь умерла. На что Иисус ответил? Не бойся, только веруй. Я хочу сказать, эти слова сегодня, они звучат точно так же и в отношении нас. Не бойся. Если мы призвали его в свою жизнь, в свою нужду, не бойся, только веруй. Как бы не звучало, как бы не звучали слова тех гонцов, которые несут весть, как бы это не звучало. Послушайте, давайте сохраним мир и будем верить в то, что он совершит, то, что обещал совершить. Время и вещество Иисус Иисус приходит в дом начальника синагоги И видит смятение и плачущих и вопиющих громко И, войдя, говорит им Что вы смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит И смеялись над ним Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы И бывших с ним И входит туда, где девица лежала И, взяв девицу за руку, говорит ей Талифа Куми Девица, тебе говорю Встань! И девица тот час встала и начала ходить Ибо была лет двенадцати Видевшие пришли в великое изумление И он строго приказал им Чтобы никто об этом не знал И сказал, чтобы дали ей есть Субтитры создавал DimaTorzok Небеса и земля Расслабляют Господа За спасенье и за кровь Что открыла Куда мой Он воскрес Ангелы поют Он воскрес Все славу воздают Он воскрес Пусть знает вся земля Он путь открыл для всех небесам Он воскрес Он путь открыл для всех небесам Наш Иисус воскрес Обнищал Обнищал Боль забрал Свой покой Сердце дал За людей Кровь пролил Он воскрес И весь мир Он искупил Он воскрес Ангелы поют Он воскрес Все славу воздают Он воскрес Он воскрес Пусть знает вся земля Он путь открыл для всех небесам Он воскрес Он воскрес Ангелы поют Он воскрес Он воскрес Все славу воздают Он воскрес Пусть знает вся земля Он путь открыл для всех небесам Он воскрес Ангелы поют Он воскрес Пусть все славу воздают, Он воскрес! Пусть знает вся земля, Он путь открыл для всех небеса. Наш Иисус воскрес! Иисус воскрес! Аллилуйя! Аллилуйя! Молодцы! Слава Господу! Папка есть? Работает, но хай работает, надо семью обеспечивать. Слава Господу! На такой торжественной хорошей нотке, конечно, хочется закончить, но все равно придется коснуться самой же истории. Естественно, эта история, она показывает о том воскресении как образе, которое будет касаться нас как церкви. Но Иисус в этом воскресении и показал пример своей жизни, то, что Он имеет власть над смертью. Но эта история, она тоже богата по своему содержанию и имеет определенные уроки. Когда Иисус пришел, Его встретила толпа плакальщиц, которые плакали. По традиции и по израильской традиции, всякий раз, когда умирал какой-то человек, заказывали профессиональных плакальщиц, которые должны плакать. Хор, которые рыдали за определенную плату, и был один музыкальный инструмент, я не знаю, как он называется. Он жалобно пел, вот часто в еврейской музыке есть такая... Она как плачет, я не знаю, как она называется. Ну, у нас сопилка, а у них как-то по-другому она называется. Ну, факт не в том. Создавали атмосферу печали. Все должны были пропитаться этой проблемой, которая была. Но когда Христос пришел, послушайте, Он обратился к этой толпе и говорит, «Э, что вы делаете?» Она не умерла, она спит. И что самое интересное, то, что происходит, сразу смена атмосферы, меняется атмосфера. Толпа, вот толпа, у нее меняется атмосфера очень быстро, очень быстро меняется. Тут они плакали, отрабатывали свои деньги. Пришел Иисус и говорит, «Послушайте, не умерла». У них сразу начинается «Гы-гы-гы-гы-гы-гы-гы». Толпа, толпа. В Библии множество примеров. Может, даже когда-то будет момент, когда я буду говорить, кто ты, личность или толпа. Проповедь у меня есть заготовлено. Может, об этом мы еще как-то поговорим об этом. И вот очень важно увидеть себя в этой истории. Или в толпе плакальщиц. Всякий раз, когда возникает какая-то нужда или какая-то проблема, ты знаешь, другой реакции не будет. У меня такой диагноз. Астанин сказал, «Да-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а». Ты скажешь, «Послушай, бог яви чудо!» «Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э». Толпа. И от них ничего не стоит ожидать. Я уже сегодня понимаю, что Иисус на серьезное дело, чтобы взять, воскресить эту девочку, он толпе сказал, «Пошли вон». На выход он взял Иоанна, Петра и кого? Кого? И Якова. Возникает вопрос, а почему остальных не взял? Почему именно троих этих взял? Ну-ну-ну, давайте теперь в конец. Все-таки, я думаю, я раскачаю у вас творческую способность. Смотреть. У них было то, чего у толпы нет. Толпа, она на своих эмоциях. Толпа — это люди, которые живут своими эмоциями. Они тут одно, потом им зарядили другое, то в одну сторону побежали, то в другую сторону побежали. Плакать, то плакать. Я в среду приводил пример с книги Левит, когда Израиль взбунтил против Бога. А в какой момент? Кому-то ударило в голову, что та манная, которую мы кушаем, она не, ее мало, нам мясо надо. И вот толпа ела манну, и все было хорошо. До того момента, пока кто-то не пришел, не сказал, мясо надо. И толпа, тут же атмосфера изменилась, толпа сразу, мясо нету! Мы в Египте мясо ели, а тут мяса нету! Послушайте, манна — это был эксклюзивный продукт, в который не надо было еще витамин примешивать, еще добавок разных. То есть, знаете, как сегодня ты что-то кушаешь, а потом еще надо и витаминку скушать, потому что то, что ты съел, хоть и написано без ГМО, но ты где-то внутри чувствуешь... Сброшить дорого не возьму. И вот в Боге есть вся полнота. И послушайте, я вам дам дельный совет. Никогда толпу не берите на серьезное дело. Никогда. Знаете почему? Они вас заживо похоронят. Никогда! Никогда! Ищи людей, у которых есть вера. Ищи церковь, в которой есть вера, где люди безумные ради Христа. Ищи то место, где есть вера. Ищи людей, у кого есть вера. В Бога. Сегодня множество есть служений плакальщиков. Ты им скажи за их нужду. Они тебя заживо похоронят. Они заживо похоронят. Вот почему, когда мне есть нужда, я не всегда распыляюсь, я рассказываю всем о своих нуждах. Почему? Потому что я иду на серьезное дело только с теми, у кого есть вера. Мне толпа не нужна. Если я захочу поплакать, посмеяться, я найду с кем это сделать. Но на серьезное дело я всегда иду с Петром, Яковом и Иоанном. Я долго размышлял над этим. Почему именно взял Петра, Якова и Иоанна? Есть. Я коснусь еще. У меня есть еще одна минута. Я коснусь. Первое, это то, что вы заметили. У них было то, чего не было у других. Я скажу, почему. Потому что, когда мы изучаем послание, мы увидим в Петре есть то, что он пишет в своих посланиях. Это его вера. Мы видим Якова. У него есть то, что мы видим в его посланиях. В его послании есть дела, которые подкреплены верой. Когда мы читаем Евангелие от Иоанна и послание Иоанна, мы увидим то, что в нем есть вера в Бога. Вот почему. И они оказались в божественной команде. И родители. У них другого выбора не было. Вот и все. Вот и все. Поэтому и характер этой церкви должен быть характер, церковь, которая имеет силу веры. Плакальщики! Хор! Кто сказал вон? Мы никого не выгоняем, они сами уходят. Меня так обвиняют. Никого. Они сами идут. Они найдут, где им плакать и где им посмеяться. А нам нужны серьезные люди, которые будут ревновать от чуде, от Бога. В этой церкви будут исцеляться, воскрешать. Мы будем видеть то, что Бог обещал в своем слое. Знаете почему? Потому что Он воскрес. Воистину воскрес. Поэтому плакальщики не смогут удержаться. Все. Те, кому хотят христианство сделать цирк, им тоже здесь не будет места. есть шарашки рынка конторы, пусть там тусуются. А нам нужны серьезные люди, в ком отпечаток Петра, Якова и Иоанна. В ком есть, в ком есть во имя Иисуса. На этой нотке мы закончим наше служение и все доскажут Аминь. Слава Богу!